Привет! Привет, золотая моя! Привет, ребята! Во-первых, хочу сказать, что для меня большая честь вести эфир сегодня с Александром, с победителем в Самарканде, потому что он действительно самый крутой участник, и он действительно заслуживает победы, как никто другой. Спасибо! Я болела за тебя! Очень приятно, очень приятно. Мне также приятно с тобой познакомиться. Пусть мы еще не виделись вживую, но вот так вот. И тем не менее, очень приятно познакомиться. Ты очень крутая. Я смотрю, выживаете. Ты реально крутая. Ты побеждаешь свои страхи. Это очень круто, очень классно. Сейчас должна присоединиться Мариночка. Ты расскажи вообще, давай представься моим подписчикам, где ты участвуешь. Может, кто-то не знал. Давай, я тебя послушаю, и потом начнем общаться. Всем привет! Саши, подписчики, я Даша Новикова. Я участница предпоследнего сезона «Последнего героя» и участница «Выживаете на пятницу». У нас третья серия выйдет завтра. Поэтому обязательно смотрите и болейте за всех участников, потому что у нас все участники просто нереальные какие-то. Просто собрались все, как на подбор. Можно болеть за каждого. А я хочу сказать про ваш сезон, что классный был сезон, очень классный. И две самые такие, наверное, яркие личности из этого сезона – это ты и Марина. И я очень рада, что Марина сегодня с нами, потому что Марина, видно, как она себя преодолевала все это время. И видно, какая она сильная внутренняя девочка. Потому что моя игра, может быть, в чем-то похожа на ее игру. У меня тоже много страхов, много слабостей, но я так же, как Марина, шла вперед и делала. Сейчас вот присоединяю Мариночку, я так понимаю. Ребята, пишите пока ваши вопросы, мы сейчас на все ответим. Да, да, пишите пока вопросики. Сейчас вот Мариночку я присоединяю. Но дело в том, что вот, знаешь, я смотрел вот первую серию, вторую, это третья уже выйдет, правильно, серия «Выживали»? Жестко, жестко там правила меняются, ничего не рассчитаешь, если у нас там как-то можно было что рассчитать. Мы знали, что будет большое испытание, знали, что будет малое испытание, но у вас не рассчитаешь. Но во втором сезоне я бы поучаствовал бы с удовольствием. Если появится у меня возможность, обязательно буду участвовать. Я думаю, что тебя позовут 100%, потому что кого, если не тебя? Это 100%. Но у нас, правда, было очень жестко, у нас непонятно было, какие правила. Очень жесткие испытания. Испытания физически было проходить тяжело даже чемпионам мира, между прочим. Вот, и мальчики, которые чемпионы, они говорили, что девочки просто нереально сильные в этом сезоне собрались, потому что это очень тяжело. Марина! Марина, что-то с интернетом, она что-то вообще зависла. Мариночка, давай попробую еще раз перепросоединиться, вот так, если правильно я говорю. Дашуль, тебе нормально меня видно? Слышно, видно нормально? Очень хорошо, как будто бы ты передо мной сидишь. Да, вообще класс. Мариночка что-то выбивается. Марин, попробуй еще раз, давай попробуем. Пока Марина присоединяется, мы будем отвечать ребятам на вопросы, потому что там уже вопросов, знаете, сколько много, дорогие друзья. Всем привет, спасибо вам за ваши вопросы, мы сейчас на все ответим. Так, так, так. Ой, 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 с чего бы начать? Тут очень много вопросов. Слушайте, как пройти кастинг? Ну, ребят, смотрите, мы все народные, мы все обычные люди. Я из города Верхняя Пышма. Саша, ты из какого города? Я из города Янакива, это Донецкая Народная Республика, это Донбасс. И вот, и сейчас вы нас смотрите. А потом мы будем смотреть вас, если вы будете действовать. Всего лишь нужно зайти на сайт канала, который вам нравится, на то шоу, которое вы хотите, и заполнить анкету на сайте. Все. Больше ничего не нужно. Ты скажи мне, пожалуйста, Донбасс, ты общаешься со всеми участниками после проекта этого, либо нет? Ты знаешь, я такой человек, я никогда ни на кого не буду держать зла и обиду, потому что ее можно держать только на меня. У меня ко всем прекрасные отношения, я всех люблю и с удовольствием всегда со всеми пообщаюсь. Но так получается, что не все хотят этого общения, но кто хочет, я всегда рада. И я даже скажу, что у меня есть друзья с проекта, прям близкие друзья, которых я приму у себя дома, положу спать, накормлю, напою, все дела. А у тебя? Ты знаешь, я тоже со всеми общаюсь, я общаюсь и с командной звездами, господи, и с народниками, да, где-то с кем-то меньше, там, с Кристиной, Любой, Женей чуть-чуть меньше. Но с Мариночкой и Владиленом общаемся постоянно. Вот я сейчас нахожусь в Москве, Владилен приедет тоже 25-го в Москву, я думаю, мы увидимся. Ну, понятно, что проект закончился, у каждого своя жизнь, да, у каждого свои дела. Но, тем не менее, я общаюсь со всеми. И со звездниками я тоже общаюсь, я очень общаюсь хорошо с Сержем Горелым, вообще мы, вот, вообще постоянно на связи. С Юлей, с Викой, с Митей мы общаемся. Ну, как бы, знаешь, честно, остались очень дружеские отношения. Ну, не знаю, смотрела ты мою игру, либо не смотрела полностью серии, но ни с кем я там. Смотрела все, да, серии? Конечно, конечно, я наблюдаю полностью на 100%. Вот, и когда я играл, да, у меня мысли были, чтобы моим детям не было стыдно смотреть. Вот, и неправильно ты делал, потому что тогда ты не прочувствовал полностью все, что ты мог прочувствовать. Но хотя по твоим эмоциям, твои эмоции, они были видны прям, вот, я, когда у тебя выступали слезы в каких-то моментах, у меня они тоже выступали. Когда ты победил, я плакала. Понимаешь? Ну, я верю, мне говорят люди, вот, Саш, представь, сколько ты людей довел до слез, просто в финале. Ну, это были искренние, честно, искренние, вот, чувства. Я понимаю, что я мужчина, я не должен плакать, но в своей жизни я многое видел. Эти эмоции, видно, что они максимально искренние, и только искренние эмоции могут зацепить, другие эмоции не цепляют. Вот поэтому ты самый классный победитель, другого быть не может. Вот я бы видела, вот, из народников, финал бы, вот, прекрасный был бы, ты и Марина, и ты победил, понимаешь? Потому что Марина дала слишком много эмоций этому проекту, и ты дал слишком много эмоций этому проекту. Я не говорю там, что Кристина, там Люба чем-то хуже, например, да, по эмоциям. Но я их бы не запомнила, я бы на них, например, не подписалась. Потому что, ну, не интересно. Ну, что, ну, как бы, досидели до финала, и что дальше? А Люба, она такой путь прошла. Вот эта девочка вообще молодец, кстати. Ну, они, они молодцы, на самом деле, очень сильные, и девчонки очень сильные были. Я считаю, что народники сильные были. Ну, то есть, все такие заряженные. И знаешь, что мне вот понравилось во втором сезоне, что не было какой-то, не знаю, негатива. Если в первом сезоне выжить в Дубае, да, как показали, опять же, я смотрел, как зритель, да, что они такие заряженные, сразу знакомство, сразу заряженные, то мы... Сразу показал негатив. Да, да, то у нас негатива не было никакого. Да, показывали там, где-то я острил звездам. Но на самом деле я не острил, я просто отвечал, как я думаю. У меня не было какого-то негатива к ребятам. Ну, тем не менее, мне кажется, второй сезон был чуть-чуть подобрее, чем первый. Ну, опять же, это я говорю... Конечно, ну нет, оба сезона интересные, мы не будем их сравнивать. И там, и там классные были участники. Ну, везде был драйв. И там, и там. Несмотря на то, что в вашем сезоне меньше было интриги, больше доброты, у вас тоже было много очень драйва, потому что испытания во втором сезоне были интереснее, чем в первом, это сто процентов. Танюха пишет, говорит, мы драться будем. Танюха, я с тобой драться никогда в жизни. Танюха мне такие классные слова сказала, вообще. Ой, вообще. На путь я дала. Вообще, я тебе говорю, мне столько сил добавило. Танюх, ты меня смотришь, тебе огромное-огромное спасибо. Ты реально очень крутая девчонка, очень крутая. Вам нужно обязательно познакомиться вживую, потому что Таня в жизни очень светлый, теплый, настоящий, честный человек. Я таких людей, как Таня, встречала очень давно, и я очень благодарна судьбе за то, что мы с ней знакомы. Ну, реально. Я с ней эфир вел, вот как с тобой, да, и я знаю, что она крутая. Она классная, она чистая, она именно такая. Молодец. Она то, что, вот знаешь, я ценю в людях то, что люди, которые не за глаза говорят, да, какие-то интриги плетут, о которых говорят в глаза там. Лось, ты не прав, потому что то-то, то-то, то-то. Все, мы пообщались и разрешили какой-то вопрос. И пошли на физических испытаниях поиспытались, да? Да, вот как-то нормально. А если ты не можешь физически поиспытаться, как я, что ты будешь делать? Не, ну почему? Ну, ты говоришь, что ты не можешь, но тем не менее, ты, я смотрю по сериям, там лобаешь нормально. Ты молодец. Я плачу, но делаю. Вроде тебе страшно-страшно, но ты делаешь, не знаю, ты умничка. Ну, я тебе честно говорю, это не то, что там мы с тобой в эфире, там, или это ты молодец. Вот реально ты, да, тебе страшно, да, ты там боишься всего, но тем не менее, ты делаешь. Это главное, ты перебарываешь свой страх, это дорогого стоит на самом деле, честно тебе говорю. Саш, сколько тебе лет и кто-то по знаку зодиака? Мне 35 лет, по знаку зодиака я телец. Телец. А что там, спрашивай, метр 77. Ну, тут очень много комментариев, что ты достоин этой победы, я тоже точно так же считаю, потому что Саша очень крутой. И я прилечу в Москву, мы с ним обязательно встретимся и проведем прямой эфир вместе еще раз. Обязательно. Люба огонь, Люба вообще огонь. Так, давайте сейчас по вопросикам уже пойдем, потому что мы сейчас можем болтать, мне кажется, прям 30 часов подряд. Очень-очень-очень долго. Мариночка что-то вообще зависла и все. Так, а что у тебя отличной жизнью? У тебя есть девушка? У меня нету, нету ни женатки. Девочки, у него нет девушки, ему 35 метр 78, телец по знаку зодиака, между прочим. Дальше. А телец это хорошо? Это хорошо. Это хорошо, да? Ну, слава. Это очень яркий человек. На самом деле я общаюсь с Линой с битвой экстрасенсов. Я не знаю, смотрела ты мои там именно видео. Она говорит, Саня, я вот телецы такие, а ты вот исключение справил, да и нормально. Я говорю, я не знаю. Честно, вообще, ну как бы. Так, кто-то с детьми работаешь, кто работает с детьми, он не может быть плохим человеком изначально. Ну, у меня были разные работы, честно, очень разные, даже которые не совпадали с моим цирковым. Да, 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 говори. И пишут, что у него вагон детей, которые болели за него, что ты не можешь быть плохим человеком изначально, что у тебя дети. Все, извиняюсь, перебила. Да, детей я очень-очень люблю, честно. На самом деле дети для меня это все. Цирк моя жизнь. У меня цирковая семья, у меня мама руководитель циркового коллектива, да, сестра тоже руководитель, племянница руководитель. Ну, как бы, моему коллективу больше 50 лет. Поэтому я всю жизнь, всю жизнь в цирке. Семейная династия. Да, 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 да. И сейчас, находясь в Москве, вот, в Янакиво мои тренируют. И мама, и племянница, и сестра тренируют детей, да, там положение, конечно, не очень хорошее. Но, тем не менее, тренируются, тренировки идут. Я просто, не знаю, Мариночка зависла, и она, получается, никуда и все. Ну, ладно. То есть картинка идет. Ну, про Марину сейчас сказали уже очень много хороших слов. Смотрите, еще пишут ребята мои, которые... У меня в городе уже много времени, ребята посмотреть не могут. Просят тебя, чтобы ты сохранил эфир. Обязательно сохранишь, чтобы все могли посмотреть потом. Обязательно, обязательно сохраню. Обязательно сохраню эфир. Ага, Стас, какое самое сложное испытание у тебя было на Выжить в Самарканзе? Это было морально или это было физически? Что для тебя было сложнее? Ну, морально я не плыл никогда. Меня морально расшатать очень тяжело. Физически самое сложное было для меня первое испытание с этими кувшинами. Когда я там из 100 кувшинов, наверное, разбил штук 70, а то и 80 сам. У нас сломались биты. И как бы вот так. Но вот это то, что у нас несогласие было с Женькой. Естественно, морально команда поплыла, потому что все классно было, все хорошо. И потом просто начался какой-то конфликт, да? И все, разногласия. И все, и команда морально поплыла. Вот как-то так. Поэтому мы и проиграли, в принципе. Но мы потом нагнали, нагнали. Ну, вообще нормально нагнали. Да. Испытания с бочками, мы просто молодцы, молодцы. Поломали эту систему. Мне кажется, самое яркое испытание, да? Да, да, да. Какие сильные молодцы у вас вообще. Мы так, да, собрались, выиграли. Ну, наверное, сильно хотели в отель просто. Мне, если честно, очень сильно хотелось видеть Марину в финале. Почему? Потому что она такая интересная личность. Она, видно, что ей сложно. И как она борется и перебарывает все вот эти вот моменты. И я бы хотела, конечно же, видеть ее в финале. Жалко, что она так рано ушла. Я бы с удовольствием на нее дальше посмотрела. Да. А Мариночка, она очень сильная. Она где-то, да, она физически проигрывала, но морально. Вот знаешь, когда мы голосовали, там, темная лошадка. Когда, я говорил, Марина очень сильная. Я тогда проголосовал карточку, я дал, что она темная лошадка. Я говорил, она еще выстрелит. И она выстрелила. Я считаю, что она достойно, да, достойно прошла путь свой. Извини меня, уйти с народной команды, в звездную попасть, вообще тяжело. И еще и Владилена она выиграла. Ну, то есть это вообще дорогого стоит. Она молодец. Ну, что-то у нее с интернетом не получается. Здесь она не будет. Прини меня, принимай ее. А я ее принимаю. Я ее принимаю. Принимаю. Санна, ты в том числе победитель, это было очевидно. У тебя была самая добрая цель, поэтому так и сложилось. Ты показал всем народникам, что это реально. Я согласна полностью с этим комментарием. Так и есть. Ребят, давайте пишите вопросы, на которые вам интересно, чтобы мы ответили. Если мы ответим. Ну, реально, Саш, ну ты правда крутой. Спасибо. 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 Дело в том, что ты тоже очень-очень-очень крутая. Я смотрю эти серии, я слежу. И, блин, ты молодец. На этот, сейчас уже третий сезон там, да, на выжить не хочешь пойти вообще? Пошла бы играть? Наверное, сейчас я бы не пошла. Я же вернулась после реалити со сломанным ребром. А, да? Я вот только сейчас восстановилась пока. Наверное, пока нет. Если бы только заплатили. Я очень сильно люблю деньги. Я про деньги. Я за 10 миллионов. Ну, как бы я больше... Ты больше про детей, про такое, про социальное, про душу. А я больше про деньги. Я и так как бы... То есть у меня в жизни много социального. Но если я иду в шоу, я иду про деньги туда. Я не иду уже туда социальное. Поэтому я бы пошла, если только за бабки. Только за деньги, да? Да. Ну, видишь, я такой, да, я что, ну, деньги деньгами как бы. Но если, например, мне предложили бы, Сань, ты идешь, там, участвуешь, но это будет там на благотворительность. Я пойду вообще не задумываясь. Я тоже пойду, конечно, да. За такое я тоже пойду. Ну, если просто так пойти и сломать себе еще раз ребро, просто так... Ну, да. Ну, ты не знаешь. Пойду или пойду? Ну, понятно. В первом сезоне... Ой, в моем сезоне последнего героя меня укусил скорпион. Ого! Меня укусила скорпион я. После последнего героя мне резали ногу три раза. Я ходила месяц на костылях. Я счастливчик, вообще полный счастливчик. Несмотря на мою физику, которой вообще нету, я дошла практически до финала. Ну, выживали, типа, смотрим, как получится, так и дойду. Но скажи, сложнее, где на выживали или на последнем герое? Мне... Ну, физически, конечно, на последнем герое. Там нет таких испытаний, там все лайтовые испытания. То есть ты там лежишь целый день, чилишь, что-то там общаешься, потом съездила на легкое испытание, вернулась, и у тебя все хорошо. Ну, кроме того, что тебе там кусают скорпионы и змеи. Вот. И куча мошек. Я вообще как курец была. Я приехала домой, и у меня... Я просто себя вот так вот королсты сдирала. На выживали тебе сложнее? Очень сложно физически. Очень даже мужикам сложно. Но мне было очень комфортно морально. Я чувствовала себя в своей тарелке. Я не чувствовала себя слабее. Хотя многие чувствовали, что я слабее. Вот. Ну, мне было прям очень комфортно. Мне выживали больше понравилось, наверное, чем последний герой. Я бы еще раз пошла, но только без испытаний, пожалуйста. Не, ну, дальше, да. Я не спрашиваю, кто выиграл. Знаешь, когда мы с Танюхой первый раз вышли в эфир, Танюха говорит, так, Саша, скажи, кто выиграл в эфире? Я говорю, я не знаю, я ж ничего, мы ж подписывали все эти. Поэтому я не спрашиваю, кто выиграл у вас. Ребята, конечно, у нас контракт, мы ничего не разглашаем. На выживали эти душ спрашивают. Вот смотрите, ребята, на выживали эти душ есть с ледяной водой в ледяную погоду. Просто ты туда заходишь, а там такая маленькая струечка течет. Тебе, чтобы помыться, надо пять минут хотя бы заморозиться полностью. А потом идти и вот так вот, блин, не знаю, вот очень холодно. А на последнем герое душа не было, туалетной бумаги не было. Если ты хочешь посрать, ты берешь лопату, идешь в лес. И у тебя туалетная бумага – это листики, которые рядышком растут. То есть разное очень, конечно, все. Мы это не сравниваем. Но и испытания разные. Если выживалите нам дает просто трэш конченый, последний герой – это лайт-версия. Ну, очень, честно, если, дай бог, у меня получится, меня пригласят на выживалите, я хочу пойти. Но вот я смотрю, что я смогу, я смогу, да, там, я смогу жить в таких условиях. Я не знаю, конечно, как сложится у меня жизнь, вообще попаду ли я на такой проект. Ну, круто, ну, классно, круто вообще. Я еще на своих эмоциях, да, вот, сам Арканду, что выжить, да, и вот попасть в такой проект – это классно, это круто. Давай вот я тебе сейчас спрошу, ну, ты слишком хороший для выживалите. Тебе так не кажется? Ну, ты знаешь, я… Там такие акулы, а ты такой слишком хороший. Нет такого? Я просто верю в то, что можно достойно и хорошо пройти, и выигрывать проекты. То есть никого не подставляя, говорить все в глаза. Поверь, я работал на разных работах. Многие не знают, где я работал. Я работал в полиции в свое время, в уголовном розыске. Восемь лет я… Я в голове все хорошо. Да, и ты знаешь, я считаю, что любой проект, любую ситуацию можно выйти достойно, никого не подставляя. Но опять же, это… опять же, если я туда попаду, это будет игра. Может быть, я себя покажу с другой стороны, правильно? Смотри, ты знаешь, честно, что ушел Антон Зацепин? Антон Зацепин, ну… Он неправильно поступил. Опять же, я говорю свое мнение, я говорю как зритель, он неправильно поступил. Также, в такой, в принципе, в такой ситуации, как бы, ушел у нас Жека. Ну, есть же еще… Жека – классный парень, очень, да. Да, Жека – хороший парень, хороший, классный. Да, но есть еще жизнь не то, что снимают, а есть жизни без камер, правильно? Самое главное – это жизнь вне камер. Да. А то, что с камерами – это игра. Да, это игра. Есть еще то, что не снимают камеры. Поэтому насчет Антохи, я не знаю, я не общался с ним лично, ну, как зритель, чуть-чуть, он, опять же, это сугубо мое мнение, не хочу никого обидеть. Но чуть-чуть некрасиво поступил, вот так вот, я думаю. А там, как оно на самом деле, я просто высказываю свое мнение. Может быть, я с ним пообщался бы вживую и сказал бы, ты знаешь, Антох, ты очень классный пацан. Ну, как бы. Нет, он классный пацан, это безусловно, он классный пацан, просто это игра. Да, и еще они показали такой момент интересный, Таня вылила ему в лицо стакан воды. А, да? Нет, я об этом не знаю. Она подошла к нему еще раз после голосования и говорит, ты не хочешь извиниться? Он ей ничего не сказал, и она ему стакан воды в лицо вылила. Ну, это ее поступок, видишь, она… Ну, Танюха, Танюха, она прямо линейная, поэтому… Да, ну, она говорит, что, я с мужиком драться, что ли, буду? Я хочу, чтобы вперед, ну, извинились, он меня обидел. Все правильно сделал. Все правильно. Я вот это в ней ценю, что она прямо линейная. Я это говорил ей на эфире. Я люблю таких людей, которые прямо линейные, которые не говорят. Знаешь, есть такие люди, в глаза улыбаются, а за спиной они там что-то это… А мне лучше сказать в глаза, я послушаю, выслушаю, скажу свое мнение и вот так. Мне кажется, на Выживалите там будет вообще все по-другому. Ну, посмотрим. Вторая серия была, там вообще будет трэш-жесть. Там вообще будет просто… Ну, не знаю, я говорю, что я верю в то, что можно пройти достойно игру. Ну, понятно, что разные ситуации бывают. У нас на Выжить тоже можно было закрутить, заюлить, но как бы вот так. Ну, у вас была Вики. Ну, да, да. Ну, хотя, вот честно, я с Вики общался, она довольно-таки хороший человек. Не знаю, многие говорят, вот Вики, вот там это. Честно, нормальная девчонка. Конечно, классная девчонка. Она же правильно сказала, я пришла играть. Да. Она пришла играть. Да, все, вопросов нет, молодец. Девчонка до финала дошла и проиграла достойно. И проиграла достойно. Ну, я же говорю, я общался с ней без камер. Не знаю, звезды, вот насчет звезд, все лайтовые, все классные ребята. Когда какие-то разногласия были, да, в чем-то там я не согласен был, я это говорил. Но, тем не менее, ни злости ни на кого, ни там обиды, вообще нет. Вообще нет. Просто, ну, как бы, все классные, честно. Саш, классный вопрос. А? Что ты купил себе на выигрыш? Ничего я не купил. Я иду к своей цели для того, чтобы сделать спортзал детям. Ничего я себе не купил. Все туда, весь выигрыш туда. Ну, вот, да. Дело в том, что я вам больше скажу, ребята, которые смотрят, мне этого выигрыша не хватит, подстроить спортзал. Потому что мне пишут люди, как только прошел финал, и на следующее утро у меня сотни сообщений. Ну, что ты спортзал построил? То есть за один день. Да, да, успел уже за один день. Да, да. И вот сейчас пишут многие, пожалуйста, пишите, вопросов нет, но на глупые вопросы вы будете получать глупые ответы. Ну, что, ты построил двухэтажный спортзал? Построил школу для детей? Некоторые пишут, вот за это время можно было школу с бассейном построить. Ну, то есть люди, я сейчас вот говорю прямо на эфире, ребят, если вы мне за неделю, за две, за месяц построите здание двухэтажное, я вам отдам этот выигрыш. Постройте. Никто же этого не построит. Ну, то есть надо время, естественно. Никому ничего не отдастся. Нет, просто на самом деле, естественно, это все время, естественно, документы. И многие, не хочу обсуждать там какую-то что-то, там политику трогать, но, тем не менее, ситуации все знают, да. И, как бы, естественно, дайте мне время, дайте мне время, я построю, сделаю спортзал, вот так. Да, я иду к своей цели, делаю то, что я пообещаю. Ты мне извините мнение, которое не просили, но мне кажется, все-таки тебе нужно оставаться в Москве, потому что ты очень яркий человек, очень яркий артист, очень яркая личность. И тебе в твоем городе, наверное, делать нечего. Мне кажется, лучше просто пожертвовать туда деньги, чтобы обустроили тот зал, в котором занимались ребята, купить им какие-то, типа, ну, как это называется-то? Реквизиты. Тренажеры там всякие, да, реквизиты. И остаться в Москве, потому что твое будущее, оно в Москве. Ты же тоже это должен понимать. Видно же это по тебе. Ты очень яркий человек. Тебя сейчас будут разрывать после вашего шоу. Ну, дай бог, дай бог. Но дело в том, что мы занимаемся в школе, мы снимаем школу. И у нас летом заканчивается аренда. Естественно, до лета надо что-то предпринять для того, чтобы детки занимались. Но честно, я вот первоначально, я тебе честно скажу, и шел туда ради детей. То есть я никогда не гнался за какой-то там славой, либо чтобы меня все знали. Нет, я делал это вот ради детей. Вот представь, всю жизнь, всю жизнь ты живешь этим. Я многое видел, поверь мне, многое видел. Я видел, как умирают дети. Я многое видел, и поэтому хочется для детей. Вот честно хочется. И вот когда у меня спрашивают, Сашка, ты что действительно там потратишь сумму эту там для детей, там ради детей. Ребят, я потрачу больше, если у меня будет возможность зарабатывать там. Может быть, я хочу сниматься, честно. Я хочу быть в съемках, я хочу быть в проектах. Мне нравится это движение. Я люблю общаться, люблю знакомиться с новыми людьми. Потому что твое прям, вот это твое, Саш. И вот если будут у меня возможности, будут какие-то финансы, да, зарабатывать буду, я все равно буду влаживать туда. Это понятно. Вот как-то так. Ты вот знаешь, ты такая добрая звезда, которых не хватает в нашем шоу-бизнесе. Ну, я в шоу-бизнесе никогда не был. Я думаю, что в дальнейшем... Да, в дальнейшем я, может быть, буду, дай бог. Ну, я говорю то, что я думаю, честно. Я никогда не играю, никогда не это. Вот то, что я думаю, там, правильно, неправильно сказал, но я так думаю. Вот поэтому... А там жизнь покажет. Дай бог, дай бог жизнь покажет, что если будет... Если будет возможность, вот я открыт для всего. Мне говорят, Сань, вот у Паши Воли у меня спрашивали, да, на шоу у Паши Воли, когда я был. Вот ты готов, вот, идти куда-то дальше или все, вот ты закрываешь свою цель? Да я готов идти дальше, куда хочешь. То есть я за любой кипр. Мне кажется, второй сезон выживали, и точно ты там будешь. Сто процентов вообще. Дай бог, дай бог, дай бог. И вот правильно ты говоришь, Саш, ну, там не получится у тебя достойно. Я попытаюсь, я попытаюсь, честно. А как там ляжет, как там будет дальше, не знаю. Как получится, так и надо делать. Да, надо, может быть, ты и права, что надо себя и с другой стороны показывать. То есть... Ну, иногда стоит оскалиться, я бы так сказала. Да, нет. Но дело в том, что я это могу. Это не плохо оскалиться. Я могу оскалиться, я могу быть другим в плане того, что если я чувствую, когда там на меня, да, там наседают, либо на мою команду. Да, я вообще командный игрок, да, то есть я такой, эй, вместе мы сила, все, собрались, бах, бахнули, выиграли, все. То есть я всю жизнь в спорте, да, но если я чувствую, что где-то морально меня давят, да, либо давят моих близких, а команда народная-то была, мои близкие, потому что я знал, что мы должны сплотиться вот так, то, естественно, я там не молчал. Я молчать не буду и тоже могу что-то сказать. Так, и скажи, пожалуйста, все-таки ты свободен сейчас, девочки спрашивают? Сейчас у нее сердце свободно? Я не женат, мое сердце не свободно, девчоночки. У тебя есть девушка. У меня есть девушка, да, но я не женат. Это та девушка из битвы экстрасенсов, как мы понимаем, правильно? Нет, девушка моя не из битвы экстрасенсов. Почему Лину? Многие говорят, что это моя... У Лины есть муж. Пишут ребята так? Нет, нет, нет. Лина это чисто друг, с которым мы познакомились. Если интересно, я расскажу, как мы познакомились. Она мне написала в комментарии. Я не знал, что она экстрасенс. То есть мне пишут в комментариях, Санька, ты крутой, я болею за тебя. И мне захотелось просто открыть, почитать этот комментарий. То есть у меня высветилась там одна строчка. Я открываю комментарий, отвечаю, спасибо большое. Я стараюсь отвечать всем подписчикам. Вот серьезно, у меня там 400 сообщений было после финала. Я на все сидел, отвечал. И вот я ответил. И потом я думаю, ну зайду на страницу, классный комментарий хочу. И оказывается она с битвы экстрасенсов. Лина. И вот мы как сдружились с ней, я с ней созвонился. И такое ощущение, что я ее уже знаю лет 10, честно тебе говорю. Блин, это вообще настолько светлый человек, настолько искренний человек. Да, да, вот, родная душа, классно. И мы с ней дружились. Она не моя девушка. Ребята, еще раз повторяю. Просто друг. Вот, ребят, представляете, что можно просто дружить. И это человек, с которым я могу посоветоваться. И который мне может что-то подсказать, что-то я могу подсказать. Но она классная, честно. Ну тогда мы ждем в Туре с фотку с твоей девушкой. Хорошо? Это по-любому. Ребята, по-любому. А еще вопросы. Вопросы давай. Дарья, рада, что вы развелись с бывшим молодым человеком, с бывшим мужем. Ну, блин, это было неизбежно. Я была замужем там всего полгода. И это был пипец. Конечно же, я развелась, но ничего страшного. Я в третий раз выйду замуж. Конечно. Ну, у тебя есть кто-то на примете? Я живу с молодым человеком, да. Сейчас, в данный момент. Мы начали общаться еще до проекта. А когда я была на проекте, он меня потерял. И написал мне... Нам выдали телефон, и у нас будет потом в этой серии конкурс, что мы выигрываем время в минутах. И я открываю телефон, и мне пишут, куда ты пропал из Инстаграма. И вот мы начали общаться. И вот мы сейчас живем вместе. Ой, ну дай бог, дай бог, чтобы у вас было все хорошо, все круто. Конечно, все будет хорошо. Как я хочу, так и будет. Ну, все, я даже не сомневаюсь. В тебе я даже не сомневаюсь. У тебя спрашивают, Саша, смотри, девушка твоя из Москвы. Где вы познакомились? Расскажи, пожалуйста. Девушка моя не из Москвы, девушка из моего города. Мы с ней работали вместе. Еще до, 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 до проекта вообще. Мы с ней работали вместе, мы с ней общались. Но не встречались. И потом как-то начали встречаться. Она вообще не знала, что я в проекте. Вообще не знала. Я же никому не говорил. Да, я вообще никому не говорил. Я приехал в свой город. У меня даже сын, он не знал, что я уехал на проект, и что я приехал с проекта. То есть я никому. Сын у меня первый раз увидел по телевизору, когда пошла реклама. Вот и все. Да. Я настолько выдержан. Я тоже не знала никому, что я поехала на проект. Давай, Сань, пять. Вообще вот так вот просто. Вот. Я настолько выдержан. Марину подключаю. Вот смотрите. Виталька мне пишет. Это муж Марины. И Мариночка. Я нажимаю. У меня принять. Я принимаю и принять не могу. То есть у меня картинка висит и все. Я ее уже 20 раз не могу принять ее. Может быть она выйдет и зайдет. Потому что картинка. Перезагрузи телефон. Перезагрузи просто телефон. Потому что картинка висит. Тебе видно, что картинка висит ее? Перезагрузи телефон и еще раз отправь заявку. Чтобы он сразу же. Да. Да, да, да. Потому что у меня. А пока скажи нам, пожалуйста, рассказывать про свою девушку. Про свою девушку. Вот. И мы начали встречаться. Встречаемся. Поэтому вот как-то так. Как-то так. До проекта. Да, да. Круто. Молодцы. Она со мной. Она мне помогает. Она меня поддерживает. Ролики помогает делать. Она умничка, умничка, умничка. Но она говорит, я не хочу показываться в кадре. Не медийная девочка. Да. Я, Игорь, не хочу. Саша. Ну, я скажу, что у вас медийка очень так. Хотя вы были на ТНТ. У вас самый такой один из самых крутых каналов. Медийка выросла только у тебя. Если посмотреть там на девочек, там на мальчиков, да, кто участвовал в шоу, ни у кого не пришло даже доли подписчиков. Все пришли к себе. Ну, это же о чем-то говорит. О том, что ты хороший человек. Спасибо. На самом деле, да, вот мне нравится то, что есть вот мои подписчики. Во-первых, они очень добрые. Но есть люди, которые пишут там гадости. Но, тем не менее, я на гадости тоже отвечаю. И мы решаем какие-то проблемы. Я отвечать стараюсь всем отвечать. И мне нравится то, что они живые. То, что у меня нету там накрученных подписчиков. Потому что мне говорили там, Саша, а что ты себе там не накрутишь подписчиков? Мне этого не надо. Пусть у меня будет меньше подписчиков, но они будут у меня живые. И с которыми я буду общаться. Не просто так они подписались, я про них забыл, и они про меня. Нет. Я хочу общаться, я хочу дружить. Действительно дружить. Подписчики – это наши друзья. И очень важно, чтобы они оставались на долгое время. Не просто посмотрели серию, подписались, а потом забыли. Ты все правильно говоришь. Поэтому, и когда я всегда говорю, знаешь, даже вот у меня в городе, в Москве, здесь, и в городе, люди идут, там узнают меня и стесняются подойти. Ребят, не стесняйтесь подойти. Я познакомлюсь с вами. Я пообщаюсь. То есть, некоторые ко мне подходят, там вот мужичок подходит, говорит, ой, Санька, пожалуйста, отправь там видео сообщение дочки моей. У нее сегодня день рождения, она за тебя болеет. Блин, я с удовольствием встану, там. Ну, мне ничего этого не стоит, да, там, передать привет, а человеку я помогу. И это круто. Это классно. Я тоже всегда отвечаю подписчикам, всем всегда, потому что я тоже очень люблю. Это их внимание, которое самое дорогое для нас на самом деле. Вот, слушай, хотел бы ты побывать на «Последнем герое». Смотрелся вы в «Последнем герое»? Честно, я не смотрел «Последний герой». Во, Марина. Марина. Неужели? Я уже просто с телефона мужа зашла, я не знаю, что с моим телефоном случилось, мы уже несколько раз переподключали, что угодно делали. Он просто пишет, запрос не отправлен, и все, хоть что с ним делать. Давайте лайки Марине накидаем. Давайте, давайте, Мариночка, Мариночка. А я тебя принимаю, Марина, и все, принимаю, кнопку нажимаю, а у меня не принимается. И все, и картинка висит твоя. Ну, что-то прям конкретно, зависло первый раз такое. Ну, ты темненькая, я Даша из «Выживалите» и из «Последнего героя». Кто эта темненькая, если что? Марин, ты молодец, у тебя очень крутая была игра, и я тебе писала еще до своего шоу сообщение, что я тобой очень горжусь. У тебя, правда, очень сильный дух, и ты морально очень волевая и крутая девчонка. Ты молодец. Ты доказала многим девушкам, что ты можешь. Было приятно на тебя смотреть. Спасибо, спасибо. Мариночка, Мариночка реально крутая, я это говорил, и дело в том, что когда она сдавалась там где-то, да, там или где-то раздрался, я говорю, Марина, давай не сдавайся, ты реально сильная, реально сильная. Честно, она именно крутая, вот, Мариночка, она вообще, она крутая, она достойная. Среди девочек ты сказала самую интересную игру. Ты самая интересная среди всех девочек. Да. Спасибо тебе большое. Я вот, когда меня приняли на шоу, да, позвонили, сказали, что я прошла, я вот в первый вечер, я очень засомневалась, думаю, стоит ли мне? А потом вот на утро, я потом думаю, блин, ну я хочу, я вот чувствую внутри вот это вот чувство, когда всё-таки хочется, и нужно попробовать, понять, что ты можешь, как ты можешь себя проявить в той или иной ситуации. Мне было даже самой очень интересно понять, что я могу, как я могу, и вот это вот меня так направило, надо пробовать. Что тебе помешало дойти до конца? Ой, ну там как-то всё наложилось друг на друга, накал уже такой, мне кажется, произошёл. У меня единственный, да, был такой путь, что с большого испытания на малое, с большого на малое, то есть я постоянно ходила, уже такая некая усталость накопилась, и плюс к тому мы пришли на большое испытание внеочередное, его никто не ожидал, они же нам сделали сюрприз там такой небольшой. Никто не ожидал, что будет сейчас испытание, да, его сделали. И плюс я узнаю от девочек-народниц, что они разговаривали со своими родными, там созванивались, да, по видео. И я всё, у меня просто внутри что-то там, я такая, ааа, они созванивались с родными, а я нет, и мне что-то так стало обидно. Я понимаю, что как я тоже соскучилась, вот для меня какой-то это некий удар был. Я тебя подкосила, подкосила борт близкими, нельзя было разговаривать, нужно было наоборот максимально выдерживать вот эту вот марку, которую ты несла весь проект, вот эту вот силу и мощь, вот несмотря на всё, ты делала, ты была лучшая. Да, да, и тебя подкосила, спасибо, вот этот вот, да, момент. Да, я подкосила Марину к сыну и не звонила вообще ни разу за проект. Ни за один, ни за второй. Дело в том, что мне кажется, она просто расслабилась, она просто расслабилась, то есть она уже, Мариначка, мыслями уже была дома, всё уже с детьми, и её просто это расслабило, но смотря на то, что как она индивидуальные испытания проходила, то есть если бы это было бы, знаешь, она бы заранее знала, что будет ещё испытание с Кристиной, то она бы собралась бы и Кристину бы выиграла. Да, 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 думаю. Потому что вот именно в этот момент, когда у вас было двойное испытание с тобой, с Кристиной, мне казалось, что Кристина так наоборот не собранная. У неё же было первое испытание, правильно? Да, да, да. Да, впервые. А ты уже это всё прошла, ты уже уверена в себе и знаешь, как это всё делать, ты могла бы это сделать? Да, я примерно уже понимала, что может там нас ожидать, для меня это было не впервой, но вот как-то... Всё равно это было спонтанно, мы уже обе настроились, ну, особенно я, да, нам сказали, всё, вы обе, вы уезжаете, мы собрали чемоданы, мы идём с этими чемоданами, и тут вдруг в моменте прям нужно срочно собраться, и всё, пойдёмте играть. И мы, нам было сложно, да, настроиться на игру, руки трясутся, и начали играть, я даже не могла вот успокоиться ещё как бы, вот настрой, слишком мало времени прошло, не успеваешь как-то осознать всё это. И плюс с Кристиной до этого стояли, разговаривали, она говорила о том, как она вообще никак не готова ехать домой, и там и плакала, и всё такое, и по-человечески её было жалко вот в этой ситуации. Ты чё, это шоу, это игра. Вот. Ну, я вот такой человек, что, блин, ну, жалко. Грубо говоря. Да-да-да, есть такой момент. Ты не жалеешься в этом сейчас? И да, и нет. Ну, то есть, если... Не жалею, потому что я добрый человек. Ну, наверное, попробовала бы, да, более как-то жёстче. Да-да-да. Есть такое. Честно. Вот что-то такое зацепило немного. Я поняла, что у тебя есть такой чуть-чуть момент недосказанности в шоу. Есть такое, да, что чуть-чуть недоиграла. Да, видно, чувствуется. Есть. Чувствуется так. Ну, честно, я помню этот взгляд. У нас же получилось так, что, когда на лодке, на лодке мы плавали, и в плане того, что Мариночка шла в звёздную команду. И я помню этот взгляд, когда мы сидим с Владиленом в лодке, уже идёт Марина. И я понимаю, что она просто волнуется, просто волнуется, как мы отреагируем, что она пошла в другую команду. Я, честно, от души, я настолько был рад в плане того, что она не ушла с проекта, там, ушла в народную команду, в плане того, что не покинула проект. И я тогда, помню, обнял Марину, сказал, «Мариночка, ты молодец, ты правильно поступила». Я против неё голосовал. Кто? А я против неё голосовал, я объясню, почему. Во-первых, я сказал заранее ей, что я буду голосовать против неё. Да, ты говоришь? Да, конечно. Это не показали на камеру. Я сказал, «Мариночка, я буду голосовать против тебя, в плане того, что физически». Она самая слабая участница, да. Да, и я голосовал в плане того, что физически она послабее. То есть я отталкивался от этого. То есть либо выгонять было там… Всегда вот прёшь по чесноку, у тебя есть вот своя линия, вот она правильная линия, да, вот самый сильный должен победить. И ты вот по этой линии, по лестнице, по этой приводке. Вот и всё. Она тоже правильная. И её правда тоже правильная. Почему она физически самая сильная, а её выбрали продюсеры? Её выбрал кастинг. Значит, они не посчитали её физически самой слабой. Они её посчитали как игрока сильной. Да ведь, Мариша? Нет. Ну да, да, конечно. Но я же тебе говорю, что Мариночка, она сильна, она сильна морально. Но я смотрел по последнему испытанию, да. У нас бочки были, и по последнему испытанию я судил. Если бы, например, Кристинка бы плохо, бы испытания бы прошла, либо этот, я бы голосовал бы за них. То есть мне надо было... Это же командная игра была. В любом случае, когда нас разделили даже, всё равно мы играли командами. И от этого я отталкивался. Вот и всё. Мне кажется, что Кристина молча просидела весь проект и дошла до конца. Лучше бы она говорила что-то. Может быть. Блин, лучше говорить и быть сукой, чем молчать. И быть, ну, как бы, Кристиной. Ну, дело в том, что, честно, я тебе скажу. Я же не знал. Я не знал, когда я смотрел серию уже по телеку. Когда они голосовать решили против меня. Ну, то есть был у них проскакивал этот вариант. Ну, как бы, это тоже было неприятненько. Но, на самом деле, я же говорю, каждый играет, как хочет, правильно? Как ему позволяет воспитание. Ну, я считаю, что мы, по крайней мере, с Мариной сейчас прошли достойно. Я считаю, что вы самые классные участники этого сезона. И если вы пойдете в следующий сезон куда-то участвовать, не обязательно это выжить в Самарканде. Может быть, вас позовут в Выживалите, в Последний герой. Играйте. Вы пришли за деньгами. Вам что, деньги лишние, что ли? Играйте, ребята, ничего не бойтесь. Пошли все нафиг. Реально. Вы пришли за деньгами, идете и играете. И, Марина, ничего не бойся. Пусть говорят, что ты самая славая физически. Да и пошли все в жопу. Зато, скажи, я как игрок сильная, и все. Как игрок сильная? Я не спорю. Она очень сильная, как игрок. И, блин, и она... Я говорил, что она себя покажет, и она показала. Да, ты вообще. Вот я прям смотрела серию, я с тобой вместе плакала. Умешка моя. Спасибо. Нет, ну, все равно я придерживаю свое... Когда он выиграл с Мариной, когда она проиграла. Да, 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 да. Ну, дело в том, что, видишь, я все равно, я придерживаюсь своего мнения, что можно выигрывать красиво и можно выигрывать достойно, не подставляя никого. Опять же, это сугубо мое мнение. Я не знаю, в какой ситуации я попаду, конечно, в другое шоу там и что будет. Но пока я придерживаюсь такого мнения, потому что я победитель, и потому что я прошел это, ну, и прошел, как бы, я считаю, что... Это гарный и честный путь. Да, да. Какой он будет дальше в других проектах, я не знаю, с какой стороны я себя покажу. Может быть, я совсем-совсем скажу. Лось, такой гад, это же не лось, это какой-то, я не знаю, плохой человек. Ну, тебе сложно об этом рассуждать, потому что у тебя есть физика. Но я уверена, что Марина, если вот Марина, например, такая прошла, кастинг на выживалите. И ты ей говоришь, какой совет. Марина, да похер на всех, рви. По-любому ты ей так скажешь, потому что физики у нее нету. Ну, дело в том, что если я на выживалите попаду с Мариной, я буду ее до конца защищать. Топить, да, за нее буду. Я топить буду. Кто бы не был бы, кто бы не был бы, я буду топить за Марину, я буду рвать за Марину. Это я говорю в прямом эфире, серьезно говорю. А если бы в финале стоял ты, Марина и Люба? Я, Марина, конечно, я бы с Мариной бы, мы бы просто бы поделили бы на двоих, бы договорились бы, поделили бы эти деньги, и все. 50 на 50. 50 на 50 по-честному, честно. Тут вопросов нет. Марина, ты с кем себя видела в финале? У нас, в нашем, да, получается, проекте? Ну, нет, в моем. Нет, ну, мы про выживалите просто говорим уже, я думаю, мало ли. Я Сашку изначально видела в финале, вот, ну, про себя были, да, тоже такие мысли, что все-таки я дойду. Ну, да, вот с ним вдвоем, как бы, у меня было такое представление, что мы дойдем. А третий, я думала, ну, кто-нибудь из звезд будет еще. Один из Люсова, да? Ну, да, там тоже звезды, они все. А, Юля Паршута очень сильная тоже, как оказалось, по итогу. Она большие испытания выигрывала просто. Самое первое приходило, мы просто в шоке были, когда смотрели. Ну, там просто легче, потому что они намного увереннее в себе, чем мы. Ну, это очевидно. У них есть база, они уверены в себе, они уже такой путь прошли, а нам, мы такие под камерами стоим, и что делать вообще, что, можно говорить, нельзя говорить, а можно вообще в туалет. Вот, вот. Вот, вот. Все, все, можно. Конечно, они увереннее в себе, и им легче. Это однозначно. И очень круто, Саш, что ты победил на родине. Потому что в первом сезоне я бы хотела, чтобы победила Таня. Я за Таньку болела, кстати. Угу. Да, да, да. Ты тоже за Таню болела, Марина? Да. Ну, вот, ну, я думаю, что вы как коллеги сейчас тоже должны болеть за Таню, выживаете? По-любому. Да, 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 конечно, тоже. За Танюху я топлю, честно. Выживаете? Вот за Танюху я ей сказал, если, дай бог, так произойдет, что, может быть, будет битва сезонов выжить, то это будет очень круто. Вас выгонят первыми, потому что вы очень хорошие. Ну, не знаю. Очень силы. Я бы, честно, я бы с Мамаевым познакомился бы и посоревновал. Да он бы тебя первого убрал. Танюху, 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 Танюху не пойдет. Танюху конкурента. Не, 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 я бы поборолся бы, я бы поборолся бы, нет. Я думаю, нет. Я думаю, первого у меня бы не убрали бы, но бороться я тоже. Я тоже могу бороться, я тоже могу зубы показывать. Но, честно, я могу в разных ситуациях, понятно, но проходить путь надо достойно, вот так, никого не подставляя. Но, опять же, я держусь такого принципа, я так воспитан, я так воспитан, потому что на улице, да, если кого-то подставишь, ты потом можешь получить за это все. Ну, как бы, поэтому, ну, вот такое воспитание у меня. Ну, конечно, мы же все из народа, ну, че, мы прекрасно понимаем. Я думаю, что нас вряд ли смотрят. Вот, поэтому, ну, как бы, надо достойно. И, не знаю, не знаю, что будет. Ну, я думаю, битва сезона было бы круто, если вот сейчас третий сезон. Мне кажется, тоже будет. Это, это будет круто. Если, если меня позовут, если позовут, опять же, то я с удовольствием поучаствую. Если тебя позовут. Ну, по идее, как бы победителя, да, должны позвать, да, потому что, как бы. Тебя позовут, но ты будь готов, что ты будешь на малые испытания ходить часто. Да, потому что все уже знают твои способности, и ты будешь туда ходить. И ты будешь на малых. Как только сразу позовут, и на следующий день сразу на малые испытания. Да, да, да. Да, да, да. Нет, я готов. Я готов на малые испытания ходить, на большие испытания ходить. Ну, опять же, как там повернется вообще с битвой сезонов. То ли будет звездная команда со всех сезонов, народная команда со всех сезонов. Скорее всего, так я предполагаю. Ну, если она будет. Поэтому, естественно, я буду топить за народников в любом случае, кто бы не был бы в команде народников. Ну, как бы, вот так. А у меня есть вопрос к Марине. Марина, у тебя кто был самый лучший друг на проекте? Друг? Да. Самый лучший по проекте. Вообще, больше всего я как-то с мальчиками сдружилась. С Сашей и с Владиленом. Вот с двумя. С девочками мы тоже общались и общаемся, но гораздо меньше. Вот с самого начала как-то так сложилось, что я больше с мальчиками общалась. Ну, как-то по духу они мне ближе. Саша, ты лучший друг на проекте? Твой лучший друг на проекте? Из народников у меня самый из пацанов. Это Владилен. Это человек, который, да, у него там через космос все доходит, я всегда говорю. Как с вами Даша у нас, да, или нет? Ну, тем не менее, он очень чистый, очень такой, такой искренний, прямо линейный тоже. Из девчонок с Мариной, вот честно. Вот, ну, в принципе, я общаюсь с Владиленом и Мариной. Вот они как-то мне... Я помню, я очень часто с Мариной наедине, мы, да, разговаривали всегда, там, так же самое и с Владиленом. Вот так. У меня была ситуация такая, это вот не показали, когда раз, с курями этими. И я помню этот момент, и кто-то спросил, говорит, ну, типа, курей подавили, да, ночью, там, шакалы, там, этот. И у Владилена спрашивают, а что ты лося не разбудил, типа, может быть, вы вдвоем? Он сказал, я лося сон беспокоить не буду. Пусть отдыхает, у нас испытание. Да, он, и была такая ситуация, я спал в юрте, пошел дождь, и на меня капает дождь, у нас крышу снесло, капает дождь, это часа три ночи было. Я сплю и чувствую, что по мне что-то капает. Владилен увидел, что на меня капает, он взял лестницу ночью, поднялся, сделал эту крышу, чтобы на меня не капало, подошел, говорит, спи, спи, братанчик, все нормально, отдыхай. То есть, он настолько вот, ну, блин, он обалденный друг, вот честно я говорю, что он классный пацан, обалденный друг, и мы с ним созваниваемся тоже, и вот так. И Мариночка, Мариночка настолько искренняя, настолько тоже, она говорит всегда в глаза, и никаких интриг не плетет, и вот по мне, по душе вот такие люди. В общем, мы нашли друг друга. Это очень интересно, но смотрите, у вас шоу, да, где команда играет против команды, а вот, например, вы попадаете на шоу, где каждый сам про себя, и у вас нет команды. Могло бы быть абсолютно по-другому. У нас это просто попозже немножко возникло. У меня чуть раньше, потому что, да, я ушла там в другую команду. Понимаешь, в такой ситуации, в такой ситуации, даже если против друг друга играть, можно человека за собой довести до конца, и в финале уже там разобраться, понимаешь? Я понимаю, я поэтому спросила, я почему это спросила, потому что у меня, например, в сезоне «Последнего героя» я дошла со своим лучшим другом до конца. Ну вот. Но он против меня проголосовал. Он проголосовал за тебя? Да, и он ушел. А, и он ушел, да. Ну, дело в том, что я же говорю, что даже если само... Вот, например, пришли мы с Мариной в другой проект, каждый сам за себя. Я буду тянуть Марину за собой в любом случае. И я не сомневаюсь в том, что она будет тянуть меня до конца, да, если будет такая возможность. А потом в финале уже можно договориться. Ну, в плане того, что всегда можно договориться с человеком, с которым ты дружишь. Ну, опять же, это я так считаю. А так, естественно, ну, не знаю. Я же говорю, я командный игрок. Ну, вот, например, я в тот момент, когда было голосование, либо я, либо он, вот положи мне 10 миллионов, я против него не проголосую. Вот, ни за что в жизни. Хотя ты любишь деньги. Хотя ты любишь деньги. Конечно, это мой друг Ан. Ни за что в жизни. Но я понимаю, что он проголосует против меня. Я принимаю этот голос. Но вы же не развалите. Я никому не верю вообще. Никому. Только себе. Ну, у вас там и жестче. Ну, потому что я еще и опытом наученная уже. Ну, да, да. Видишь? Мы 33 дня спали под одной пальмой. Вот. Какое бывает в жизни? Ну, видишь, ты уже была на проекте. Естественно, ты вот на последний герой. Естественно, вы же валите. Ты уже. Я же говорю, что я не знаю, как я поведу. Ну, насчет дружбы, насчет этого я не поменяю 100%. Что бы ни произошло, я не поменяю своего мнения. Но в плане того, что если я попаду на другой проект, я, может быть, и не буду хорошим. Хорошим, да, вот таким, который там, опять же, я не знаю, как у меня сыграет, да, что-то. Но если попаду там с Мариной, либо с Владиленом, там, к примеру, с которыми людьми я дружу, дружу в жизни, то игра меня не исправит. Никакая ситуация не исправит меня. Ну, в любом случае, что следующий проект, нужно ни с кем не дружить. Нужно играть про себя и все. Потому что вы же сейчас уже поняли, да, что дружба – это чревато на проекте. Дружить можно. Ну, да, порой. Да, мы все подружимся потом, мы все будем общаться потом. Но на проекте лучше самому про себя. Расскажите про ведущего Вадима. Вадим – наш ведущий. Я не узнала, кстати, когда у нас был ведущий Вадим Лемчок, я вообще не узнала, кто это такой. Я не знала, что это купитман из интерна. Купитман, да. Я думаю, нифига, какой крутой мужик. А мне ребята говорят, да как это купитман из интерна. Да нет, вы что, купите, что ли? Блин, вот реально настолько, да, разная картинка, что там на телевизоре у нас какой-то там гинеколог-алкаш, а тут он ведущий такого масштабного шоу в таком амплуа. Ну, бляха-муха, это вообще жесть. Он сделал это шоу на сто процентов. Вот я считаю, что наше шоу благодаря Вадиму вот такое вот сейчас самое топовое. Ну, насчет того, что не узнал звезд. Честно, я когда первый раз увидел наших, да, звездную команду, я никого не узнал, кроме Сержа. Я тебе серьезно говорю, мне, может быть, это на руку сыграло, что я не почувствовал, да, что они звезды. Не то, что конкуренция, а, да, типа, звезда не звезда, да? Статуса, да, статуса. И кроме Сержа я никого не узнал. Потом мне уже там напели, уже в горах мы, по-моему, даже сидели, или что-то мне... Ну, подожди, Сань, вот это ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо, это шмите. А я, а, классная песня, точно, вот это. Ну, то есть, вот так. И мне это было легче, на самом деле. Я не чувствовал какого-то... Я считаю, что мы все одинаковые, да, звезды, я говорил, звезды на небесах, мы все ходим по земле. Поэтому я не считаю, что они где-то выше там. Да, они молодцы, да, их больше знают, узнают, аудитория больше у них. Но, тем не менее, мы, они точно такие же люди, как и мы. И поэтому... Мне сыграло это. Как мы. Ой, наоборот, это не мы такие же, как они. Это они такие же, как мы, короче. Ну, просто вот так вот. И мне сыграло на руку, вообще мне было легко. И отвечать я мог свободно им, если что-то там мне не нравилось, да. Ну, то есть, это нормально, это хорошо. Конечно, так и надо, да. Все правильно. Мы еще, кстати, смеялись с этого момента. Ай, ладно, ничего страшного, будет две народных команды. Да, да, да. Вот. И дело в том, что так же и Владилен относился. Я помню, когда мы на лодке встретились, и Владилен такой сидит, и Юля такой, Юля, а ты кто вообще? Ты актриса, поешь, ну, кто ты? Она там, ну, она начала рассказывать это. То есть, Владилен тоже такой же, который не знал, как бы, всех звезд. Ну, ничего, нормально. У нас вообще никто, друг, никто никого не знал. Все знали только Диму Пухляша, который танцор, и вот, вся Россия. Да. Все знают Степу Менщикова, и все знают Таню Горохову из пацанок. А больше никто вообще никого не знал. Мы такие думали, кого бы вообще понабрали? Это кто вообще такие? У нас вот такая реакция у всех была. Ну, ты знаешь, вот Танька, Танька молодец в плане того, что она так держится прям жестко, да? Я вот смотрю серии, она такая боевая девчонка. Таня очень сильная физически девочка. Она, безусловно, самая сильная из всех девчонок. И она должна дойти до финала, по моему видению, да? Таня может подшатнуть только один момент в этом шоу, что быть слишком хорошей, стыть несправедливо. Ниасправедливо нельзя. Она такая, она такая, она за справедливость. Она за справедливость. Я тоже с ней общался. Так дело в том, что я тоже такой. Я за справедливость, блин. Не должно быть так, как бы, ну нельзя так поступать. Ну вот, и, наверное, ты знаешь, и когда она пожелания мне давала, то есть подбирали. Подбирали, кто кому, как вот по характеру, наверное. И поэтому вот она мне, наверное, пожелания и присылала видео. То есть мы где-то с ней похожи, где-то с ней вот мы похожи. Вот у вас как будто бы, это, вы два одинаковых персонажа, но в разных шоу. Только она девочка, ты мальчик. Ну вот, да. И она должна была, ну на мой взгляд, она должна была выиграть первый сезон, потому что, видно, она самая сильная была участница, самая честная, самая смелая. И также и ты самый сильный, самый смелый, самый ловкий и умелый. Короче, вот она типа второе место заняла, но ты должен был добиться первого. И это как будто бы ваша вообще типа победа. Да, 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 да. Там, ну ничего, я думаю, если... Просто Таню это Даша подвела в последний момент, почему они не прошли финал с ней вдвоем. Там Даша немножко испугалась, не вытянула, и в итоге Таня проиграла. Мы пробовали пройти это испытание, мы с ней вдвоем пробовали ваше испытание пройти, когда вот нужно было так вот держаться. Да, да, да. И нормально Таня меня выдерживала, извините, соточку, соточку на минутку. И Даша там, сорок. Ну да, я тоже считаю, что там Таня могла бы победить, если бы не Даша. Да, баланс, баланс, там надо было баланс держать. Она сильно... Ну, я думаю, если... Ну, удержала, правильно. Но ты все равно же держалась, правильно? Ты на нее оперлась, скорее всего. Мы другу просто надо было довериться. Друг на друга, да. Я не понимала, почему они не смогли пройти, и мы пробовали. Я говорю, давай попробуем вместе. Вот, да. Просто Даша не смогла довериться, мне кажется, да. Вот доверие вот это вот отпустить, да, отдать ей себя в руки, так сказать, и все, и все бы пошло. Она не смогла. Ну вот, поэтому, если будет битва сезонов, Танюха, если будет, это будет тоже здорово, тоже классно. Это будет топчик прям вообще. Это будет топчик прям вообще. Во сам темп, прям, и в боем финале, вообще огонь. Да, да, да. Еще Танюха, ты уже выиграл, и Танюха выиграет. Ну, ма, просто. Сезон пусто будет. Вообще, будет классно, будет круто, да. На самом деле, да, ну, видишь, тебе еще выживали, типа, блин, так интересно. На самом деле, очень интересно. Очень интересно смотреть, очень интересно наблюдать. Очень интересно за тобой наблюдать. Как ты боишься, плачешь, но делай, знаешь? Да, зато да. Я буду бояться плакать, но я все равно сделаю. Это круто. У меня очень большой страх высоты, я правда, я вот даже, когда летаю в самолете, я сажусь, никогда не сажусь у окошка. Я не могу, у меня сразу начинает кружиться голова, мне плохо, у меня какая-то внутренняя паника начинается. И тут почти, вот вы видите, да, уже две серии, почти все конкурсы с высотой. А третья серия вообще начнется, мы будем прыгать в 14-этажке. Ну, ёб твою мать, бляха-бляха-муха. На сосисках у Липогова оторвался трос. Вы видели это, да? Да, 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 я видел. У него оторвался трос. А я в третьей серии первой из 14-этажки прыгать буду. А вдруг у меня трос оторвется? Не оторвется, потому что ты сейчас... Не оторвался, все нормально. Это жесть вообще, конечно. Ну, просто кто это придумал, это вообще ненормальный человек. Да, у вас испытания вообще, конечно, жесткие. По сравнению с нашими, это просто что-то. Ну, видишь, меня в плане того, что там высоты, я не боюсь. Вот я не знаю, что мне надо сделать, чтобы я испугался. Ну, я не хвастаюсь ни в коем случае. Просто я не знаю, что. То есть высоты упасть, упаду. Ну, там в огонь, хорошо, были такие ситуации, что и в огне огорел. Ну, как бы в воде там были такие ситуации, что и в воду попадал. Ну, в машине, да? То есть, ну, не знаю, опять же. Лося ничем не напугать. Ну, потом, когда ты досмотришь до конца сезон, мы с тобой обсудим, чего бы ты из этого сезона испугался. И следующий сезон под тебя подготовят как раз это испытание. Ребята спрашивают, где снималось реалити выживание? И выживание снималось в Абхазии. В Абхазии. Картинки, как будто бы мы были на каком-то необитаемом острове, но это Абхазия. И там очень красиво. В локации просто потрясающие. Вы там ходили, да? Но у вас же выходные были, не съемочные? Нет, нет. Ты что, два, четыре. Максимум мы спали четыре часа в день. У нас не было даже сна. И тоже там с вами Даша говорит, ой, я просыпаюсь на три часа раньше всех. Да ты гонишь, что ли? Мы три часа назад легли. Как ты мог на три часа раньше всех проснуться? Ну, и мы с Владиленом неплохо бы пообщаться. Вот мне кажется, они нормально были бы, как бы хорошо бы. Ну, не, ну то, что вы не спали, я так и предполагал. Потому что все равно, да, понятно, у вас там стилисты там или кто там вас гримирует, не гримирует. В плане того, что мы все равно видно по глазам, что и вообще не выспались. Вообще. Все красное, вообще ужас. У меня постоянно не стыдились, потому что я спать хочу. Вот я стою, и у меня глаза вот так вот закрываются, потому что я уже все, я уже адреналин охапнула. Я уже еще и после этого в маршрутке потряслась, пока мы ехали до плаца. И на плаце я стою, меня спрашивают, а я чуть ли не сплю. Ну, и помню, что у меня я в номинации. Можно поспать, пожалуйста? Молодец. Вот молодец. Честно, морально ты очень сильно подготовлена. Ты морально похожа с Мариной, честно. Да, мне тоже так показалось. Поэтому, когда Мариша ушла, я написала сообщение. Вот, ну, мои хорошие, мы с вами уже больше часа ведем эфир. Давайте мы с вами на следующей неделе продолжим. Обсудим еще раз все. И обсудим третью серию Выживалите. А вы обязательно завтра посмотрите в девятнадцатый номер. Хорошо. Обязательно. Приятно было познакомиться. Все, ребята, все. Будем в Дмитрибурге, обязательно увидимся. А я буду в ваших городах тоже вам напишу. Все. Люблю, целую. Пока-пока-пока. Спасибо. Спасибо.